Я думаю, что, наверное, не только мое впечатление, наверное, и всех болельщиков в целом на матче, что соперник сегодня у нас был значительно сильнее. Ну и начиная с квалификации игроков в каждой линии практически. И заканчивая, в общем-то, в целом и контролем мяча, и созданием голевых моментов, соперник был сильнее. Мы же, со своей стороны, могли, конечно, противопоставить супероборонительную игру с желанием найти свой момент и реализовать его. Он, к сожалению, в первом тайме всю эту тактику сломал. Господин Супья, который, я не знаю, надо разобрать, наверное, ему не назначил непонятный пенальти на Шаваров. Его несложно комментировать. Наверное, у него какие-то основания были. Ну, конечно, этот гол очень сильно повлиял на игру. И второй мяч, который мы пропустили, это, конечно, я же вернусь к квалификации игроков. В первом тайме, который, в принципе, нападающего так спокойно дали пройти в штрафную площадь без страховки. И прострел завершился просто тем, что игрок забежал на шавару практически с ним. В общем, где-то ошибка даже не тактическая, а чисто индивидуальное умение играть персонально в обороне, в отборе мяча. После таких эпизодов, после этих двух эпизодов, мы проверили 2-0, и здесь надо отдать должное футболистам. Практически ко всем, ни к одному из футболистов нет претензий. В том плане, что они опустили руки, наоборот, постарались сделать все для того, чтобы забить, создать какие-то моменты. И здесь мы могли противостоять именно только тем, что взвинтить темп, постараться сыграть быстро, постараться сыграть прессинги и где-то частично даже навал. Но даже при всех этих эпизодах мы создали, конечно, достаточно моментов, чтобы хотя бы сократить счет. Тогда, может быть, и в конце постараться реализовать еще один момент. Но, к сожалению, я считаю, что это, опять же, недостаток мастерства арти. Тоже, имея такие моменты, как он считает, что в результате. Поэтому сложилась эта игра таким образом, чтобы победил более квалифицированный коллектив. Вопрос из тренда показал, что электронные решения соперника заслужили красной карте. Как это оцените? Ну, я уже посетовал на непонятный для меня одиннадцатом метро глаза. Ну и, в общем-то, на протяжении всей игры решение арбитра для меня многих будет непонятно. Поэтому, если кто-то говорит, я принимаю такое решение. Какое-то понимание, понимание эпизода, трактовка эпизода для него, она понятна, для меня не понятна. Поэтому, когда мы противостоим в достаточно сильной команде, «Понятно, что сегодня на поле у нас была команда, в которой собраны мальчишки, практически не обстрелянные во втором дивизионе. И, в общем-то, квалификация это пока еще у многих не для второго дивизиона. И против нас играет такая команда. Еще нам достаточно 3-4 свистка судейских, которые могут сломать все». «На мой взгляд, сегодня было видно, что судья очень хотел, чтобы выиграл команду соперников. Поэтому, ну, это мое мнение. У него может быть друг. Ну, считаю, выиграли по делу. В плане того, что игра развивалась так, что мы имели преимущество по сосудам на левых моментах. Но это не говорит о том, что соперник нам, будем сказать, привод подарил. Потому что нарезал борьбу на каждом участке поля. И с учетом того, что у нас в задней линии сейчас небольшие изменения с объективными причинами, «Травматизм». Испытываем какую-то нервозность и неуверенную игру. Вследствие чего последние четыре, последние две игры. Количество уголок нашего ворота увеличилось. Пропустили семь мячей. Поэтому и ошибок был сделан в оборону, собирать внимательно. Ну, сразу не на таком достаточно хорошем уровне собираем. Ну, за счет средней линии. Игру выиграли. Неплохо перестраивались. Выходили по такому еще действию. Поэтому считаю, что поэты выиграли за счет. Субтитры создавал DimaTorzok